Привет всем! В начале этого видео хочу поговорить об итогах эксплуатации пускного коллектора китайского производства. А потом, кому интересно, можете посмотреть до конца этот видео. И тут же я смонтирую видео, где я рассказываю о моем опыте, как установить китайский пускной коллектор, какие подобные камни вас ожидает и так далее. Также здесь все в конце смонтирую видео, где я рассказываю об ошибке P-2015, причине и как ее устранить. Итак, кому интересны эти вопросы, смотрим видео до конца. Примерно год назад я выкладывал видео, где я рассказывал о замене коллектора и об установке китайского пускного коллектора, но должен вас огорчить. Не советую этого делать, ребята. И вот почему. Несколько недель назад я возился с форсунками. Некоторые из них лили лишний бензин и были пропуски зажигания. Несколько раз снял установлен китайский коллектор. Заменил некоторые из них и в конце концов все форсунки заменил. Но моя ошибка была в том, что прокладку коллектора не заменил. В итоге, несмотря на то, что все форсунки были новые, пропуски в цилиндрах увеличились и особенно на холодном двигателе сильно трои. Сразу заподозрил, что двигатель подсасывает лишний воздух. Продиагностировал двигатель на дым и обнаружилось, что вокруг коллектора в стике на блоке цилиндров выходил дым. Но это не главная беда. Прокладку коллектора легко можно купить и заменить. Но главная проблема была в том, что дым выходил из отверстия, где вставлен рычаг вакуумного устройства. Видно было, что за год эксплуатации сальники, которые для герметичности уплотняют вакуум рычаг в корпусе коллектора, износились. И тоже нужно было ее заменить. Я даже не стал разбирать этот узел, потому что знал, что этих сальников все равно не достать. Раньше я искал сальники нужного размера для леменского коллектора, но нигде я не смог достать их. История была бы той же самой, если бы я начал искать сальники для китайского коллектора. Черт ее знает, какие размеры там подходят, и бог ее знает, какое время они поработали бы. Поэтому я решил снова не испытывать судьбу и купил немецкий пускной коллектор. Мне повезло, и друг помог ее достать. Хотя ошибку P-2015 система не выдавал, и в этом плане было все в порядке. Вот и вся история эксплуатации китайского пускного коллектора. Короче, не рекомендую. Кому интересно было, подписываемся на канал и смотрим видео до конца. Следующие темы в этом видео. Как установить китайский коллектор и как устранить ошибку P-2015. Это видео для тех, кто интересуется вопросом, стоит ли купить китайский пускной коллектор автомобиля. Насколько они надежны и будут ли вообще работать. Сразу скажу, что лучше, конечно, купить и поставить в оригинал. Но китайский бюджетный вариант и несколько раз цешевле, чем оригинал. Существуют разные мнения. Некоторые вам скажут, что вообще не стоит устанавливать пускной коллектор китайского производства. Потому что они не будут работать. Но факт, то что я установлю и работает нормально. Только есть определенные нюансы, которые нужно учитывать во время установки. И я поговорю о примере коллектора для автомобилей концерна VAG. Я купил этот коллектор на Алиэкспресс без датчика. Купил вот такой. А китайцы прислали вот такой. Но беда не в этом. Некоторые мне сказали, что лучше даже вот такой вариант. Во время установки важно правильно установить датчик положения заслонок. Но этот факт важен не только для китайских, но и для оригинальных коллекторов. Если датчик будет установлен неправильно, снова вам придется снять коллектор. Установить датчик правильно можно только с помощью компьютера. И если вы не разбираетесь в этом, лучше тогда не трогать и начинать делать это дело. Как правило, установить и настроить датчик я скоро покажу в другом видео. Другой важный момент состоит в том, что некоторые отверстия вам придется пересверлить и расширить. Даже не исключено, что некоторые отверстия даже будут широкими. И придется применять герметик, чтобы потом двигатель не подсосывал воздух. Вот так мы расширяли отверстия. И лучше это сделать под таким специальным инструментом. По-моему, это называется фрезер. Чтобы потом не получить трещины. Если на коллекторе проявятся трещины, тогда вам не избежат ошибки. Пропуски в цилиндрах. И это, конечно, нежелательно. Еще другой, немаловажный момент перед установкой. Вам придется обратить внимание на заслонки. Если они выступают за корпусом коллектора, тогда придется поправить края заслонок острым ножиком. Этот момент важен для того, чтобы заслонки должны свободно вращаться и не задевать на корпус блока цилиндров. После установки на моем автомобиле, китайский коллектор работает отлично. Пропала ошибка в 2015 и пропуски в цилиндрах. Ссылка, где можно купить китайский коллектор, будет в описании этого видео. Это видео для тех, кто ищет причину и пути решения ошибки в 2015. Датчик положения заслонок пускных каналов работает неисправно. В интернете вы найдете много материалов на эту тему, но я покажу некоторые лайфхаки, которые вам помогут легко решить эту проблему. Когда у вас появляется такая неисправность и горит чек на панели приборов, нужно ее исправить как можно быстрее. Некоторые скажут, что это ерунда и можно кататься на тачке сколько угодно. Но многие согласятся, что неисправность положения датчика заслонок пускных каналов может ввязаться и другие ошибки. Например, иногда потенциометр тросцевной заслонки будет работать некорректно из-за того, что оно получает неправильный сигнал от порта компьютера. Вдруг, например, при обгоне, когда вы хотите разогнать машину, двигатель начнет троить. Это, конечно, нежелательно. Итак, у вас загорелся чек. Подсоединяйте наш шнурок и выявляется ошибка ПИ-2015. После этого идете в автосервисы. Там посмотрели и сообщают, что нужно менять спускной коллектор. И вам начнут советовать установить оригинал или коллекторы производителей, от которых будет им мало головной боли и больше дохода. Но такая услуга будет стоить дорого. А что, если мы хотим более бюджетный способ ремонта? Тогда у нас остается два варианта. Отремонтировать коллектор. Или купить ПИУ или китайский коллектор. Самый частный случай неисправности и износ пластиковых деталей, приводы заслонок или в датчике. Чаще всего пластиковые детали портятся вот здесь. Или вот здесь. Проверить можно легко. Если есть люфт, тогда коллектор Хана. Люфт может быть еще из-за износа и расширения вот этого отверстия датчика. Если сам датчик живой, этот недостаток каким-то образом можно вылечить. Даже из-за маленького незаметного люфта коллектор может работать некорректно. Но если люфт образуется из-за износа пластиковых деталей в стыке рычажного привода от вакуумного привода и наконечника заслонки, тогда это большой головной боль. Я постарался вылечить это с помощью термоизоленты. Но через несколько недель ошибка ПИ-2015 снова начала вылезать. Так что такой метод не рекомендую. Можно использовать также какой-то суперклей, но тоже не рекомендую. Потому что если при стыке деталей у вас образуется ход полградуса неточности, тогда такой коллектор, наверное, вам придется выбросить. Портовой компьютер в таком случае будет от датчика получаться неправильную информацию. Я постарался коротко изложить теоретический суть этой неисправности. А теперь перейдем на практике. Перед тем, как изменить коллектор, нужно потестировать другой, которого будем вставлять. Для этого снимаем масляный фильтр. Чтоб добраться до штегера датчика. Снимаем штегер и подсоединяем на другой коллектор, который нужно испробовать. Потом присоединяем компьютер на автомобиль. И с помощью шнурка заходим в 142-ю грубу. И пробуем, как датчик реагирует, когда заслонки закрыты и открыты до конца. В идеальном случае должна быть в пределах между 0 и 100%. Ну и можно 0,99% или 1,98%. На больших, более 2000 оборотов, компьютер должен показывать 98, 99 или 100%. Если в 142-ом группе видим такие значения, тогда это хорошо. А если нет, тогда ищем причину и обязательно устраняем. Тут придется пошевелить мозгами и мыслить по-инженерски. В моем случае я долго не мог настроить так, чтобы компьютер получал правильную информацию. Мне повезло и наконец-то, когда я снял и повернул этот маленький деталь на 90 градусов, и потом прикрепил татчик, все сработало отлично. Также важно перепроверить, как вакуумный клапан открывается с лентой. Если все в порядке, можно поменять коллектор. После замены исчезла чек на приборную панель 3D и все, все ошибки.